Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Реформаторский зуд, кто отбирает полномочия у саратовских архитекторов. Трофимовские страдания. Жители Ленинского района предупредили о грядущем транспортном коллапсе. Четырехдневка. Что думают саратовцы о третьем выходном дне? В структурах мэрии задумали очередную реформу. На этот раз муниципальные власти решили перераспределить полномочия между двумя городскими комитетами по управлению имуществом и комитетом по архитектуре и градостроительству. Вкратце, суть предлагаемых изменений такова – передать КУИ весь функционал градостроительства и землепользования в Саратове. Ведомству главного архитектора Виталия Желанова по большей части оставит лишь декоративные полномочия. Реформу решили провести столь стремительно, что уже на этой неделе новеллы голопом прогоняют по всем комиссиям городской думы. Четыре из них состоялись на момент записи программы. Пикантность ситуации в том, что мэр Михаил Исаев по вторник ушел в отпуск. На работу он выйдет лишь на следующей неделе. Городоначальник, кстати, один из инициаторов изменений. Докладчиком на всех прошедших заседаниях выступал соавтор предлагаемых новелл заммэра Антон Корнеев. Он непосредственно курирует работу реформируемых комитетов. Не везде задумка чиновников нашла поддержку. Наиболее острой получилась дискуссия на заседании бюджетной комиссии городской думы. Депутатов возмутила скорость, с которой чиновники стараются буквально протащить важнейшие структурные изменения. У народных избранников даже не было времени, чтобы разобраться в предложениях. Главный аргумент реформаторов – передача всех функций, связанных с градостроительством в одни руки, упростит жизнь гражданам. Появится единое окно. Вот только непонятно, почему в роли этих единых рук выбран именно комитет по управлению имуществом. То, что вы предлагаете, это довольно-таки судьбоносное для всей сферы градостроительства на территории города Сараска, то, что складывалось годами. У меня вопрос. Когда происходят какие-то изменения, прорабатывается, наверное, профильная комиссия городской думы, какие-то совещания, которые проводятся. Да, возможно, что-то необходимо менять. Но напрягает и вызывает некоторое недоумение, почему так спешно принимаются эти изменения, буквально там за два с половиной дня, на всех комиссиях мы хотим это все разобрать. А это все-таки кардинальные изменения, которые данные у сектора вообще коснется. Сегодня мы из архитектуры убираем основу архитектуры, города регулирования. Комитет по управлению имуществом это направляем. Но на самом деле, у меня нос с ним. Не кажется ли вам, что вам следовало просто внутри двух вот этих вот, так как вы заместитель, организовать работу получше в плане передачи документов? Может быть, носите кардин, там, курьеров побольше, вот, посадите их рядом где-то, пусть они в разных комитетах, в одном помещении будут сидеть. Вот, ввести документы, оборот, минимум. Ну, так получается, что не Корнеев и многие чиновники, вернее, не Москва и Питер приезжают к Корнееву, чиновникам и учатся архитектуре, градостроительству. Вопросы законодательства. А чиновники город Саратова и многих других регионов едут в Москву, в Питер и учатся. Это как же нам поступать правильно, рационально, профессионально? Я не просто пример привел, я же это все тоже отслеживал. Но Москва, Питер, то есть, значит, архитектура и градостроительство вместе. И стратегический блок, который толкает, который решает, предлагает, что надо делать, в конце концов. Вот, понимаете, момент. То есть, допустим, там зеленый свет им дают. Дальше я разговаривал с многими там директорами штампроекта, бывшими втекторами, многими другими, и все в один голос говорят, если вы хотите похоронить архитектуру, принимайте решение. Зачем вы рушите структуры и многие другие вещи? Я буду голосовать против вот этих вот изменений. Почему? Чтобы не похоронить архитектуру в городе Саратова. Комиссия по бюджету единственная, где предложенную реформу не поддержали. Сторонникам изменений не хватило голосов. В связи с тем, что корм был 9 человек, 4 по голосовому против него воздержались. Данный вопрос не был принят за основу. Исходя из этого, он не был принят за основу, тирает коней. Ну, то есть, все равно на Думу может быть вынесен? Да, дальше будут проходить другие комиссии. После этого будет заседание Думы, где все депутаты будут принимать решение, потому что не только у нас одна комиссия принимает решение по изменению структуры, а всем депутатским корпусом. Поэтому сегодня еще не итог данной реорганизации структуры мэрии города Саратова. Депутат Дмитрий Кудинов – один из сторонников реформы. Коллеги из «Взгляда.Инфо» назвали парламентария провайдером изменений, локомотивом и бенефициаром которых выступает Антон Корнеев. Вы тоже тот же вопрос задали, как и, собственно, все задают. Архитектура, градорегулирование, градопланирование. Понятие близкие, но не тождественное. Градорегулирование, градопланирование. Давайте вот вы посмотрим, ваше есть видение, как вы видите, город в ближайшие, допустим, 50 лет. Это где у нас будут рекреационные зоны, где производственные, где мы будем спальные районы. Вот в свое время в Волге была артерией, и, в общем-то, вокруг Волги строились города и промышленность. И результаты, видите, у нас набережная, она была у нас практически весь урез в Волге. Это были производственные, промышленные предприятия. Сейчас мы понимаем, что, наверное, урез в Волге и набережная, с учетом развития экономики, транспорта, логистики, наверное, логистические вот эти хабы нужно выносить за город. А вот какие красивые дома построить, как у нас, как говорится, архитектор пройдет, вот ему нужно напитаться вот этой средой, посмотреть, какое здание красивое, потому что у нас есть люди, меценаты, люди, которые неравнодушны городу, которые строят прекрасные, красивые здания. Они действительно жемчужные украшения. Я думаю, ближайшее там наше поколение уйдет, и они будут просто, ну, на фоне серых коробок, они будут сиять. Но вот это, конечно, архитектор, это, конечно, люди, которые творческие, выдушевленные, для них вот это важно, и это нужно. А сам процесс, ну, чтобы не оставлять узких улиц, чтобы сделать нормальный проезд, чтобы сделать нормальную структуру, логистику. Ну, здесь, конечно, нужен уже не архитектор, здесь нужен как раз вот человек, который видит, прогнозирует, смотрит, понимает, и концепцию, стратегию развития города в генплане видит. Вот это, конечно, очень сложно. Говоря о роли архитекторов, как-то странно, что к обсуждению столь важного вопроса не пригласили представителей этого сообщества. Да и самого главного архитектора областного центра Виталия Желанова на совещании не было, и депутаты его мнением о происходящем поинтересоваться не могли. Парламентариям объявили, уехав в командировку. И все же для любого специалиста очевидно, что архитектура и градостроительство – это единое целое, что решения здесь принимаются от общего к частному. Архитектор, который проектирует отдельные здания, принимает ту или иную позицию, исходя из конкретной градостроительной ситуации, исторического контекста, условий восприятия будущего здания. Чтобы не декларировалась в обосновании предлагаемой реструктуризации, она, как считают эксперты, не имеет ничего общего ни с режимом единого окна, ни с стремлением сделать наш город лучше. Я не готов сказать о какой-то логике в этом решении, потому что я ее не вижу. Я могу только сказать, что это все равно, что полномочия, скажем, специалиста в медицине, терапевта или хирурга отдать в регистратуру. Дело в том, что комитет по имуществу во своей основе занимается правом. Правом на землю, правом землепользования, правом застройки и так далее. И на архитектурную деятельность, которая в соответствии с законом об экстрактуре, имеет достаточно много творческих составляющих, он не относится. То, что это решили объединить, якобы в угоду жителям, это, по-моему, лукавство. Достаточно было посадить рядом эти две структуры. Если вы помните, я напомню нашим зрителям, что мы предлагали это 11 лет назад, чтобы эти структуры сидели просто рядом, там, на одном этаже, в одном здании. И для тех, кто получает разрешение, согласование, быть в одном здании, переходить из одного кабинет в другой, было бы вполне, вполне удобно. Как говорят специалисты, предлагаемые изменения не просто не имеют логики и лишат Комитет по архитектуре важных полномочий, но и создадут большие проблемы для работы этой структуры. Инициатор перемен Антон Корнеев не может об этом не знать. Если посмотреть на структуру Комитета, то сегодня его работа четко выстроена. Реформа же попросту нарушит сложившееся взаимодействие. К примеру, вместе с управлением градорегулирования, имущественному Комитету предлагается передать полномочия по подготовке разрешения на строительство, разрешении на ввод объектов в эксплуатацию, подготовку градостроительных планов. Но разрешение на строительство и на ввод готовят архитекторы, которые работают в районных администрациях. Как в этом случае будет осуществляться взаимодействие и, собственно, за счет чего произойдет ускорение процесса? Ответов на этот и другие вопросы нет. Как градостроительную политику будет определять Комитет по управлению имуществом? Априори Комитет по управлению имуществом – это та структура, для которой главное не строительство, градостроительство, архитектура, а самое главное – это рачительное, бережное, разумное распоряжение муниципальным имуществом. И с этим недостаточно мы справляемся. И это надо улучшать. И Комитет по управлению имуществом нужно сюда, в первую очередь, прикладывать свои силы. Хотел немножко вернуться назад. Вот буквально месяца два или три назад Городская Дума приняла решение, по которому изменила аналогичную структуру. Мы ввели зама по стратегическому планированию, его заняла Елена Злобнова, и вот сейчас у нас есть зам главы города по стратегическому планированию. Вопрос – у нас что? Все изменилось, у нас закипело в Саратове. Что сейчас я вижу? Я вижу аналогичную ситуацию и вот в этом изменении. Очередное изменение структуры, чтобы устроить каких-то родственников, каких-то знакомых, допустим, чтобы они эффективно работали, чтобы у них был кабинет, чтобы у них была зарплата. Но вопрос – эффективно ли это, профессионально ли это – время рассудит. Знаете, я вот давно уже наблюдаю за архитектурой, и иногда, то есть я с ними и воюю, и бывает там затея, и другие вещи. Но такого никогда не было, чтобы отбирали все время полномочия у архитектуры. И последнее. Если говорить о разных градостроительных реформах местного разлива, по мнению экспертов, в основе предлагаемых изменений лежит огромное желание сконцентрировать в одних руках все разрешительные полномочия в сфере градостроительства, исключить любое альтернативное мнение. Показательным примером может служить история с реорганизацией градостроительного совета. Из рабочего органа, который собирался раз в 2-3 недели и оперативно решал текущие задачи, он превращен в формальную структуру, которая занимается вручением грамот. Возглавляет ее сейчас реформатор Антон Корнеев, причем декларировалось все очень похоже – реструктурировать для повышения статуса градостроительного совета. Теперь он собирается в лучшем случае 1-2 раза в год. Менее чем через месяц, 15 октября, власти Саратова закроют для проезда Трофимовский мост. Предстоит масштабная реконструкция объекта, а вернее старый путепровод разберут, а на его месте построят новый. Работы планируется завершить в течение года. О предстоящих изменениях на этой неделе говорили в ДК «Россия». В храме культуры проходила встреча с жителями. Мероприятие оставило довольно двойственное впечатление. С одной стороны, похвально видеть сближение власти и народа, но с другой стороны, народ во дворце культуры выглядел уж слишком организованным. Вы из какой организации? Спрашивали у входивших в зал. Он, кстати, был забит до отказа. Трофимовский Осторожно! Трофимовский закрывается. Следующая остановка – пробка для частного и общественного транспорта, следующего в сторону Елшанки и района Техстекло. Эту мысль условно можно прочитать на лицах собравшихся на встрече жителей района по вопросу предстоящей реконструкции объекта. Вопрос назрел давно, оттягивать уже нельзя, так считают специалисты. Точка невозврата – 15 октября. С этого дня должна стартовать большая работа в пять этапов, растянутых в течение одного календарного года. Понятно, что неудобства у жителей будут, будут серьезные неудобства. Мы должны решить вопрос, как мы будем вывозить людей из поселка Техстекло. Мы должны решить вопрос, как будут функционировать предприятия, которые находятся непосредственно близко к путепроводу, и как будут наши автолюбители двигаться по нашему городу. Действительно, эта улица у нас Шихордина в Московское шоссе переходит, это въезд южные ворота города. Разработчик проекта реконструкции Трофимовского путепровода и институт проект МОСТ Реконструкция, его руководитель Виктор Морозов, показывает собравшимся, как предположительно будет выглядеть уже готовый объект. Но все же главный вопрос этой встречи – организация движения на время реконструкции. Первый этап – он лишь подготовительный, второй – это уже демонтаж самого путепровода. С этого момента до окончания работ будет закрыто движение по участку на второй прокатной. На схеме он выделен жирной розовой полосой. На третьем этапе начнется реконструкция участка на Шихордина. Она будет закрыта. Этот период должен совпать со временем массовых отпусков и сокращения городского автотрафика с июня по август. Движение грузового транспорта будет идти по объездным дорогам, как на этой схеме, то есть по Буровой с переходом на улицу Панфилова до проспекта Пятидесятилетия Октября, а дальше – к развязке в районе Третьей Дачной либо со стороны Сокурского тракта с выходом на Московское шоссе в районе Кольца, а также по проспекту Строителей и до Кольца НИИ. Четвертый этап – это участки съездов с нового моста и участки на второй прокатной. Движение на данных территориях будет закрыто, но к этому времени уже должна быть открыта улица Шихурдина. В Шихурдина движение, мы еще раз повторяем, всю зиму, всю весну, всю осень будет открыт. Мы скрываем, только на два месяца оставляем две полосы за место четырех. И движение там, как и было в зимний период, в осенний, в леви, весенний, оно будет одинаковое. Пятый этап уже вообще не предполагает перекрытие участков движения. Что же касается общественного транспорта, то схема его движения также временно будет изменена. Переставление дорожного плана автобусом маршрут номер 6 будет осуществляться через путепровод на третьей дачной. Далее в направлении техстекло автобусом будет двигаться по улице Шихурдина через Кольцо НИИ до пересечения как раз с улицей Второй Прокатной. После выезда на улицу Второй Прокатной автобусы будут идти из дворца Техстекло по улицам Измайлова, Загороднего, Ломоносова, возвращаться на улицу Загороднего и заканчивать маршрут на конечном остановочном пункте троллейбуса номер 5. То есть это идет дублирование как раз пятого троллейбуса на улице Зеркальная. В обратном направлении движение будет осуществляться по улице Зеркальной, Второй Прокатной, Шихурдина, Доктепровода на Третьей Дачной. Что касается троллейбусского маршрута номер 5, то планируется продлить его до улицы Буровой с движением по 50 лет октября на улице Панфилова. В завершение встречи внимания собравшихся обратили на то, что в России подобные объекты давно уже заменены. Гарантия на новый мост порядка 100 лет. На этой неделе снова заговорили об идее ввести в России четырехдневную рабочую неделю. Со ссылкой на чиновников Минтруда СМИ писали, что речь идет об эксперименте. Конкретных параметров перехода пока нет. Делать окончательный вывод можно будет лишь после того, как схему опробуют на большом количестве компаний. Дискуссию о четырехдневке в июне на Международной конференции труда в Женеве поднял премьер-министр Дмитрий Медведев. Впоследствии он дал поручение Минтруду до 30 сентября проработать этот вопрос и представить предложение. Ну а пока в обществе единого мнения о четырехдневной рабочей неделе нет. Главные опасения связаны с сокращением заработных плат. Как вы относитесь к четырехдневной рабочей неделе? Плохо. Восемь часов, как сейчас есть, пяти днев. Для России вполне достаточно. Когда много отдыхаем, значит мало зарабатываем. И без того, у нас тяжело обычно лишний час с утра и вечером тратиться на дорогу домой. А это если еще и десять часов тратиться на работу, это, конечно, будет ужасно. Я бы предпочла вообще графика режимный. Два на два, три на три. Вот, поэтому, в принципе, приспособиться можно к любому графику, я думаю. У четырехдневной недели было бы хорошо, если при этом сократили бы часы за неделю. А то часы за неделю остаются. Можно четыре дня увеличить зарплату по десять часов. Но с сохранением зарплат. С сохранением зарплат. Почему бы и нет? Для меня неудобно, потому что я очень привыкла работать пять дней и сорока-часовая рабочая неделя. Можно сделать женщинам, да. Женщинам я бы за четырехдневную рабочую неделю. Я считаю, это неправильно. Почему? А что получать-то, если они по четыре дня будут работать? Что муж домой принесет? Сами посчитайте, одни выходные. Мне кажется, тяжело успевать будет все делать за четыре дня. Придется задерживаться, или в общем, наверное, выходить в выходные деньги. Я бы сделала, как за границей люди работают. Там четырехдневная рабочая неделя, но там не по десять часов работают. Переложить вот шестидневку, например, в четыре дня достаточно очень сложно на самом деле. Придется в два раза быстрее бегать, и здоровье быстрее кончится, наверное. Что мне тогда отдыхать, если у меня не будет средств на этот отдых? Смысла нет. А как вы относитесь к четырехдневной рабочей неделе? У меня она семидневная, поэтому я к ней никак не буду. Подавляющее большинство российских работодателей не планируют переходить на четырехдневную рабочую неделю. Это показал опрос, проведенный исследовательской службой компании HeadHunter. Противников идеи набирается 76%. Перейти на подобный график работы в ближайший год-два готовы лишь 12% работодателей. Еще 8% рассматривают такой вариант в долгосрочной перспективе. Тем не менее, если говорить об эксперименте, предполагается, что в роли подопытных могут выступить предприятия, которые входят в национальный проект производительность труда и поддержка занятости. Таковых набирается около трех сотен. Есть среди них и саратовские. И все же, что о четырехдневной рабочей неделе думают местные работодатели? Не только те, которых могут включить в эксперимент. Давайте поймем первое. У нас три категории работающих граждан. Грубо. Ну, есть еще четвертая категория, самозанятые. Здесь уже по смыслу идет, что когда хочешь, сам себя занял. Когда не хочешь, ничего не делаешь. Но это не сильно большая категория. Меньше 10%. Где-то около трети – это люди, которые сидят на окладах с какими-то надбаками. Конечно, при сохранении того уровня оплаты, который есть, конечно, им это выгодно. Есть вторая категория, прямо противоположная. Это сдельщики. То есть это те, кто имеет оплату от объема произведенной продукции. А объем, как бы мы ни повышали производительность, прямую зависит от количества времени, которое проводится на рабочем месте. Поэтому они категорически будут против. Хотя, законодатель предусматривает сверхурочно оплату, но, опять же, пойдет ли на это работодатель. Могу сказать, большинство не пойдет. А судя по тому, что у нас эксперименты сокращенной рабочей недели достаточно чисты в секторе реальной экономики, то это как раз показатель отношения большинства работодателей к продолжительности рабочей недели. Ну, и есть третья категория, она не сильно многочисленная. Это менеджеры разного уровня. У которых, говоря языком разного социализма, не нормирует рабочий день. Ну, вот я ярчайший пример. У меня не бывает выходных. Поэтому мне хоть четырехдневные, хоть пятидневные, ну, таких где-то в пределах 8% минимум, по моим расчетам, есть. Поэтому, на мой взгляд, введение четырехдневной рабочей недели, вот при такой диаметрально противоположной ситуации соплата труда, в зависимости от количества проведенного времени, приведет к какому-то расколу в обществе. Одни будут приветствовать, другие будут категорически возражать. И перспективы этого раскола на фоне вообще достаточно, ну, будем прямо говорить, роста протестной активности, они могут быть использованы кем-то для того, чтобы раскачать лодку для каких-то достаточно глубоких политических изменений. Что, я думаю, и не время, и не след. Любое понуждение какое-то вот такое внешнее, оно никакого эффекта позитивного не приносит. То есть, либо у предприятий есть внутренняя потребность совершенствоваться и достигать вот этих результатов, либо, скорее всего, оно будет неактуально утратить свою конкурентоспособность и просто перестанет существовать. То есть, вот заставлять в сегодняшних условиях людей совершать вот такие подвиги просто не представляется возможным. Понимаете, опять же, мы берем калькулятор, ручку начинаем считать. Промышленные предприятия в подавляющем большинстве своем имеют непрерывный цикл производства. Соответственно, у них круглосуточный режим работы, и, соответственно, люди там будут находиться всегда на этом предприятии. Ну, и в связи с этим сразу видно, что, так сказать, потребуются дополнительные источники для финансирования фонда оплаты труда, которые будут покрывать выход сотрудников в выходной рабочий день. Соответственно, это найдет свое отражение, безусловно, в стоимости, в экономике предприятия, в стоимости готовой продукции. И, конечно, либо это сильно понизит доходы предприятия, сократит свою прибыль, либо стоимость продукции возрастет, и, соответственно, конкурентность этого предприятия упадет. Ну, давайте вот от промышленных предприятий в сторону отойдем, например. А что делать, например, с обороноспособностью нашей страны? Границу мы будем охранять только, значит, в рабочие дни или по выходным дням тоже? Что делать, например, с медицинскими учреждениями и персоналом, которого и так сегодня не хватает, допустим, да? И, так сказать, мы что, врачей и больных отправим домой, а как же лечиться в выходные дни? То есть вопросов очень много. И здесь все нужно как бы сбалансировать, уравновешивать и очень внимательно, хорошо считать. Вы знаете, среди предпринимателей, с которыми я общаюсь, которые руководят различными предприятиями, у некоторых есть повышенные обязательства. То есть они готовы взять на себя повышенные обязательства и от четырехдневной перейти сразу к трехдневной, и дальше к двухдневной рабочей неделе, чтобы в выходные можно было интенсивно поработать, но уж остальную всю неделю можно было бы хорошо отдохнуть. А если серьезно, то давайте посмотрим на цели полагания. То есть все понимают, что для того, чтобы поднять экономику, для этого нужно как минимум поднять и производительность, и интенсивность. То есть я вот не верю в фокусы. Так вот, мы все находимся определенно в соревновании с мировым сообществом. Даже несмотря на то, что люди работают в Саратове, имеют магазин или кофейни, мы все равно находимся в конкуренции со всем миром, поскольку это касается и продуктов, которые поставляются на эти предприятия, и рынка труда, и многих других вещей. Поэтому если посмотреть на весь остальной мир, ну там пока не происходит переход на четырехдневную рабочую неделю. Известно наоборот, что в передовых странах, такой как Южная Корея, таких как Соединенных Штатах, некоторых других, как Германия, люди работают более восьми часов в день. Поэтому если мы считаем, что мы должны находиться в этой мировой конкуренции, то снизив те объемы, которые российская экономика будет поставлять на мировой рынок, мы эту конкуренцию очевидно будем проигрывать. На сегодня то, что в российской экономике происходит, да это невозможно привести. Если бы у нас было плановое хозяйство, плановая загрузка, да, наверное, можно было бы, может быть, перейти на четырех дневных. То, что на сегодня происходит, да, на четырех дневных мы перейти не можем. Загрузка предприятия идет рваная, то есть нет стабильности, да, она именно рваная, вот пик, падение. Вот. И когда есть загрузка, да, мы и шестидневку работаем. И люди прекрасно понимают, да, есть контракт, его надо выполнить, потому что это зарплата и все остальное, да, все остальные привилегии, да, социальные, которые он получает. Или тогда, когда это четырех дневку водить, да, значит, рабочий день, получается, он будет не восемь часов, да, а минимум десять часов, чтобы компенсировать выпадающую пятницу. За десять часов, когда человек работает, да, он не успевает восстанавливаться. И три дня, три дня выходных, они расхолаживают людей. То есть человек за три дня, он с трудом потом в понедельник начинает, как бы, входить в ритм, да, во вторник он вошел в ритм, а в четверг он уже заканчивает. Да, то есть производительность труда, как бы, она в любом случае упадет. И второе, наверное, то же самое главное, на наших предприятиях, на сегодня, на многих, где-то участки стоят современные, это технологическое оборудование, а где-то мы еще работаем на старом. Те, которые акционерные общества, где нет участия в государстве, да, у них у многих стоит старое оборудование. Частично новое покупаем, да, но не так быстро, как хотелось бы. Поэтому производительность труда, она сегодня достаточно низкая. А чтобы ее повысить, ну, это в промышленность надо, я не знаю, миллиарды вложить, триллионы, чтобы они вот поднять, да, и тогда можно уже при высокой производительности труда, при эффективной экономической политике, да, при экономической программе развития страны, можно говорить там о четырехдневке, да, заикаться, по крайней мере, да, и где-то что-то пробовать. На сегодня это нереально. Люди потеряют в зарплате, предприятия потеряют в выпуске, объем выпуска продукции, то есть, я против, честно скажу, как руководитель. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий.